Забудьте пароль с Тинькофф.айди И кнопку забыли пароль тоже Для безопасного входа на сайт они вам не понадобятся Тинькофф.айди, просто заходи Я знаю, что вы очень любите горки Вы очень любите экстремальные горки Мы специально сегодня в Подмосковье приехали в эту локацию Вот она еще пока вся целая И сейчас будет избиение нашего белого прадика А может быть еще он даже не нужен будет Потому что у нас собралось такое количество автомобилей Интересно, что вы сейчас сойдете все с ума Погнали Мишань, вот эту гору никто никогда не взял Нет, Тахо заехал и сломался Ну попробуем А это та гора, я ее даже не узнал Внизу ступеньки и там еще один заезд Но они примерно одинаковые А какую вообще будем брать? Все остальное сейчас будешь брать Хорошо Хорошо Нормальный тип, да? Вообще легко Но самое-то главное препятствие впереди Здесь просто отсеиваем прям совсем уж немощные машины Вот гора там, вот там все помучаются попрыгают Что, сразу начнем раскатывать вот ту горку И Миша хочет, ты первый хочешь? Да я вообще не хочу первый Почему? Ну вдруг я не заеду Ну покажи Мне только что говорил хочет Ну смотри, с этой попытки сейчас точно заедет А там видишь, что в конце Она как вообще вертикальная становится Как бы ямка от колес И машина может через крышу назад перевернуться Ну почти Ну почти А вот если бы там стояла тач, которую мы вчера купили Он бы все равно от заехал Может просто сказать 5000, кто первый заедет Как в прошлый раз мы здесь делали Ну со стороны, я не знаю, камера это не передает очково смотреть Потому что машина вот так вот наклоняется Ну не испугался Ну пристреливается, пристреливается Ай-яй-яй 4ВД включил Да включил Снижайка не нужна Ну вроде все правильно Ну блин, я что-то там приложился прям это Неприятно Ну подожди, сейчас может разотрут ее чуть-чуть Так если ты сейчас быстрее поедешь, ты не приложишься Просто перепрыгнешь Он не дает Не, хочешь Миша за руль сейчас сядет поедет Упал Давай, пусть кто-нибудь попробует еще Вот Вова пробует, видишь, нормально получается О, как нормально? Только перучка Ну, сейчас посмотрим дальше Вова, там тачка под чехлом стоит Если зайдешь, твоя Нет, Вова, ты велик Итак, есть гора Есть белый Прадо Есть Миша за рулем в очках Зовем его профессор Прадо Он показал, что горка, беручка Заехать можно Прадо без каких-либо там серьезных доработок Там даже масло в коробке не менялось 320 тысяч километров И поэтому сейчас мы даем всем возможность Попробовать Сейчас машины подтягиваются Подъезжают Пусть пробуют заезжать Первый пошел Готов Значит, берется Если бы Патриот заехал с первой попытки Наверное, водитель там хороший Смотри, взрывается Как и люк Тише 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 Грутяк Я вот прыгнул бы и приземлился. Сейчас туда встанем. Жесть. О, это маленькая подкрытка всегда. В том году было так же, только там подкрыл и прилетел. Что за мотор, что за машина? Здравствуйте, 5,5. Водитель прокачанный? Да так, не особо. А ты не ездил здесь еще никогда? Нет, не знаю. Вообще, первый опыт горки. Да, горки первые. Ну, будь аккуратнее. Сейчас вот незабываемые ощущения. Да, мы уже поняли. Походу разулся, судя по звуку. Разул? Ага, все. Стой! Стой, 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 стой. Не крути рулем, просто тебе колесо разулось. Аккуратно назад сдавай и все. Понял. Ты запрыгнул, да? Да. Не крути. Не крути. Что за мотор? 2,4, челяй. Попытка была очень хорошая прямо. Мы уверены были, что залетли. А ты из Коломны? Да, из Коломны. К нам сюда приехал, да? Верно. Ахмед, твоя очередь. Но ты должен взлететь на 2 метра, потому что ты каждый раз увеличиваешь вот этот вооружок. В смысле, ладно? А он там уже утопился. Утопил? Ну, точнее, снегово. Ничего страшного. Мы тебя сюда дотянем. А как по-другому? Вы же на Ниве все жесткие. Ниве 77-го года, нет. Бипучка, да, у тебя? Что это? Это самая распространенная камуфлейбер. Это сезонка, да? Ну, посмотрим. Ну, смотри, какая там приборка прикольная. 77-й год. Это это, раннее, получается. Карпетом все сделано. А ТРС-6 обивки стоят. Она даже не напрягалась. Это вообще невозможно. Как она так заехала? Я в него вообще не верил. Главное, березу не попасть. Инерция-то большая, вес большой. Ну что, есть какие планы? Заехать или так? Надеюсь, заехать. Первая попытка. Да. Поехали. Ну, аккуратно, беспонатизм. Ну, третья должна быть самая верная. Третья? На победу. Ты просто газ не отпускай. Да не отпускаю. Блин, ну ты хорошо едешь. Да не, сейчас разгон был. Да, молодышник, померь температуру. Да я думаю, нет. Разгон сейчас был хороший, но ты просто... Для Кайрон вообще бомба. И многие пишут в комментариях, покажите Кайрон. Едет. Не хватает просто за счет порогов. Мишаня будет прокатывать еще две горки новых, изучать. Вот там большие диагоналки. По-моему, было так. Да, 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 да. Надо мне чуть разгона взять побольше. Ты не хочешь километр. Ахмед приехал. Сейчас шоу будет. Смотрите, оно уже началось. Вот это, это Вадим Геннадьевич. Тот самый модератор канала Менеджера Антона. Абсолютно верно. Который удаляет ваше сообщение, а потом мне пишут в личку, что ты мой... Есть такое, кстати, да. Меня предъявили Алёша, говорят, ну ты же Геннадьевич. Я говорю, нет. Нет, далеко ты не Геннадьевич. Я говорю, я Андреевич. Это сериевозная заявка. Так, это так лучше не нажал. Ну, наконец-то. Здравствуйте. Что-то интересно увидеть. Как лучше. Здравствуйте. Мы с вами катались летом, да? Да. Когда была лысая летняя резина, и то он везде проехал. А сейчас та же резина. Ну, не лысая, но 22-ые колеса. О, какие люди. Приветствую. Ты не ночевал, случайно, у Ермака сегодня? Да смотри, он нормально выглядит. Я свежо. Я точно свежо. Выгляжу, зубы все на месте. У Ермака не ночевал. А к нам в гости сегодня поедешь? У Ермака зубов нет. А как же. К нам в гости. Ну, вот там могут зубы потеряться. Вчера приехали домой, покушали. Выпили по бокальчику пива, и нам подворачивается тачка под чехол. Просто нереально крутая. Мы такие сидим, как ее забрать? Там очередь покупателей во Владимире, в деревню какую-то. Пацаны прыгают в такси. Говорят, мы за 2 часа мы отнем. 8 часов ездили. А я как знал, я единственное пиво не пил. Вот чувствовал, что что-то будет. Красавцы. Тачка, если ты с нами сегодня поедешь, ты увидишь, ты обалдеешь. Она просто нереально крутая. Блин, нам придется тогда и ехать забирать. То, что мы до этого одарили под чехлами, это просто меркнет. Я бы на такой даже покатался. Слушай, тебе будет тяжело, потому что Миша на нее глаз положил, и все с утра, и уже намерен ее забирать. Миша у меня. Своей сестры. Будем рвать за Мишу. Миша когда фотки увидел, говорит, капец, я тоже хочу участвовать в зачете. Уже интересно. Поэтому даже у нас было правило, что в своем зачете нельзя. Из-за Миши пришлось правило поменять. И Тимоха тоже будет участвовать. Что-то куда-то они собрались. Ну что, не беручку решили взять? А, не. Давай, давай. Тащи его еще, тащи. Прям на старт. Давай сразу в пол. Мотор там останется, я назад поеду. Ну ничего страшного. Сейчас тебя освободят коридор. Широкий, чтобы был. Ну что, давай. Раздувай сюда. Смотри, сколько фанатов твоих снимают. Они машинами. Так, готовимся к шоу. Сейчас заедет, клиренс не помех. Просто чуть больше разгонщика. Надо показать, что может все-таки стандартный автомобиль. Может, с уборем его заколотить? Это вообще сегодня у нас на покатушке огромнейшее количество внедорожников. Я давно такого вообще не помню. Наверное, больше 50, так, если посчитать, да, Вадим? Но нет, самый главный, про который вы постоянно пишите в комментариях. Многие вообще считают, что это просто король бездорожья. Но мало, кстати, кто видел ее в деле, эту машину. Я даже, кстати, в видосах особо не видел. А еще Субарика нашего сегодня нет. Он бы тоже, наверное, дал, да не наверное, а 100% дал бы всем жару. И вот помню, как мы его купили на Дроме еще летом за смешные на сегодняшний день 600 тысяч рублей. Сколько они вообще сейчас стоят? Вот давайте сейчас просто зайдем на Дром и посмотрим. Их там огромное количество, собственно, как и других марок. Там есть и от собственников, и с отличной ценой. Обращайте внимание на плашки в объявлениях. Так что, если ищете для себя внедорожник для покатушек, идите за ним на Дром и покупайте проверенный автомобиль. Это ж ты вчера везде проехал. Да. Хочу тебе руку пожать. Спасибо. Ты просто вчера унизил всех. Надо полагать, что у тебя мотор 1,2. Давай аккуратней сегодня. А ты уже все всем доказал. Самый сумасшедший Тигуан, наверное, на этой планете. Вчера везде заехал с первой попытки. Так, что, смотрите, с TI Colin McRae. Ken Block на ней ездил. Какой мотор? 205-й еж. Ну, то есть, это нормально, зря все на месте, как положено. Да, 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 это все сток. CTD нету, да? Ну, поехали. Красивый, да, все-таки, Defender? Да, и цены на него красивые. Смотри, как задрался Defender. Ты очень уверенно прямо поехал без разгона. Я же сказал, попробую сначала. Наверное, ступеньки страшновато, да, на высоком машине? Да. Есть ощущение, что через пину перевернешься. Ну, на этой горке нет еще. Атон, ты видел, как четырехкомнатная квартира заехала в город? Чем-то квартира где? Ну, в Москва-Подмосковье, где-то так. Миша уже новую готовит горку. Все легко, как видите. У нас в Тигуан залез, но это должна залезть. Муфта остыла уже? Муфта остыла. Витилятор поставил. Хрен знает. Смотри, там наверху на пузе шанс повисеть. Большой, поэтому либо скорость, либо... Можешь пристреляться сначала, если не очень хочется. На профессора похож, да? Профессор Черепный. С простоквашиной. Может, не надо? Да, он просто отстрелит. Ну, Тигуан заехал. Тигуан вообще на лайте, и вчера, и сегодня. Ну да, что-то непонятно как-то. Я там ничего не оторвал? Все нормально. Только аварийкой мигаешь каждый раз. Пока на соплях висит еще нормально. Не, аварийка что-то... Салон прям красивый. Кожа такая бежевая. Чашка кофе горит. Значит, кофе не выпили. Вот поэтому и проблема. Ой-ой-ой! Было эффектно. Я даже не понял, что произошло. Че-то я оторвал там, блядь. Аккуратно. Стоять, что к ощущениям? И... А это все было на месте, да? Твою мать! Охренеть! Мне кажется, тут достойно аплодисментов, блядь, но... Он как стрела полетел. Вот я ж ему говорил, может, не стоит ехать. А можете нам толкнуть вот эту защиту? Слышь, новые запчасти на китайцы. Оригинал. Давай, я прикрою. Хоть дай в руках подержать. Это тяжелое. Кусок китайцев. Это тебе не то, что китайцы раньше. Прям такая увесистая. Ничего себе. Слушай, а ну на клипсах и вон встали. У нас клипс слетело, все. Ну клипс поменять и все, вот они живут. У него прям вот это щелкало. Клипс поменять, там крепления все нормальные. Ну ты уже это проходил, да? Да. Ты как спец. Конечно. Китайские сервисы меня в лицо знали. Вторая попытка. А китайцы убрали? Волнение прошло. Поехали. А в прошлом году здесь 2 GL прямо по льду залетали спокойно. Такие же точно. Не, ну блин, ступенька вот эта, она такая жестковатая. Это такой, первый кузовик? Да, 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 это первый кузовик. Там был такой, и был еще следующий, и оба заезжали на эту ступеньку. И причем лед был прям у вас. А? По льду прям, да, залетал? Прям по льду заезжали. Можете посмотреть на видео. Понижайку, надеюсь, не включал? А ее здесь нет, у меня ничего нет. Просто в драйве, либо можно первую передачу включить, ESP выключить. Да, ESP уже выключил, все. Что, с первой попытки? Попробуем. До тебя залетал же, Патрик, с первой попытки. Товарищ, наш известный персонаж. Так, так, что после Брянска? Да нормально все. Все починили. Да. Сегодня так же шелкует. Ну, конечно. Полностью будем все разломать. Все разломать. Багажник. Неужели как она, либо заедет, либо сломается. Там два варианта всегда. Ну давайте, мы за вас всегда болеем. Погнали. Еще один известный киногерой. Киногерой? А что ты там, Паша, договором тут не продал? Ты мне уже всем показал вчера еще. Что-то, кстати, лучше выглядишь. Да? Я понял. Ведем отбор людей, психов, к себе в команду. Первый раз, когда заезжал, не боялся. Сейчас боюсь. Что-то там кидает по сторонам. Пороги все, да? Они недорого стоят. А где твоя кепка Лексус? Кепка Лексус сняли. Сняли? На зиму. Пристегнись покрепче. О, яд! Подбородок щелстывал. Приз! Что? Все, радик минус. Течет, приз. Да? Да, пошел. Отъезжай, ты пробил радик. Отъезжай, все, у тебя ждет подготовка. То коробка, то резервы. У тебя с жидкостью и проблема. Отъезжай в небо. Жесть. Как будто коробка бьется об мотор, да, вот такой звук. Может это что-то в багажнике. Или кастрюля какая-то. Блушак у него играет. Нормально ты. Приложил. Еще раз. На Каене ты сегодня не захотелся. Нас порадовать. Ну, ты Каен? Да. Мы в следующий раз ждем. Турбо. Турбоэс? Нет, обычный турбоэс. Новый, новый. Да. Ну, что-то не едет, да, этот автомобиль. Если как будто он теряет, в середине и все, скорость теряет. Педаль на месте. Нет? Опять оторвалась? Да. Поэтому не заехал. Слушай, ну ты все равно улыбаешься, но уже улыбка такая, знаешь. Или зуболь. Нет, как хоть бы в конце покатухи, знаешь. Да, да, да. Но в самом начале. И не все. Поменять поменяю, но сейчас просто не поеду. Вот это обидно. Упаковываешься или поедешь в горку? День добрый. Да я не собирался, сын говорит, надо ехать. Куда ехать? В горку, говорит, надо ехать. А, сын говорит? Да. Правильно говорит. Ты что приехал? Только у меня вопрос, на какой ехать лучше? На второй? На второй, на D. На D-шке прям стабилизацию выключить. Нет, сейчас попробуй, без фанатизма, просто пристрельнись пару раз. Без этой, без оси, да? Да, и посмотри. Что, получали? Ты никогда, да, не заезжал? Нет, вообще первый раз его с асфальта, за 300 тысяч километров. Полный привод включен, а суперселект, понижайку ничего не надо. У тебя есть суперселект там? Слушай, он вообще есть, он говорит. Ну, просто, чтобы у тебя полный привод был и все. Просто полный повышенный или вот с этим заблокировал? Повышенный. И стабилизацию выключай. Ага. И все. Он вообще впервые в жизни съезжает в оффроуд на этом автомобиле. То ли за 30 лет, то ли за 3 года, я так и не помню. За 300 тысяч километров. Да. Ну что, есть шансы? Понял? Мне кажется, есть, только я не понял. Вопрос. Мне кажется, все равно, как будто этот, как будто АСС работало. Может, на другую? Хорошо, что поехала машина. Да? Сейчас мы чуть-чуть еще назад проехали. Немножко проехали. Почти. Я думаю, нифига себе, он мягенько проехал. Прямо так мягенько, чуть-чуть я не хватил. А теперь становится уже интереснее. О, это. Главное, не переборщить со скоростью, чтобы не было вот этого приземления жесткого. Обратите внимание, Тигуан, вот парень вот тот, который сумасшедший. Пробует ту небе ручку. Миша, кстати, не заехал, да? Там он заехал. Попытка отлично, она была победная, если бы гас. Ты понял, что перебрал скорость и бросил, да? Что, в пол до конца ее, как в последний раз? Ну что, в пол, ну, тоже... Без фанатизма. Непонятно, где, в какой момент ее подходит. Что-то ты в лоск не понимал, разберемся. Это слов потом пройдет. Будем набираться. Садись. Садись. Сейчас вот водитель сядет. Мы там никого не задерживаем? Не-не-не. Мы-то еще попробуем. Мы даем тебе два часа на табыту. Смотри. Сейчас 13.35, до 15.35 можно ездить. Да, потом следующее. Там как пол бака будет, тогда прекращай. Если что, грипп. У тебя почему-то... А, вот. Отключай ССССР, все, отключено. И попробуй, сейчас он у тебя в самом начале будет гриппсти, наоборот кидать. Ты должен залететь. Что делаем? Ага, погнали, давай. Да, прямо на руку, езжай по дороге. Все, давай. Ух, волнительно. О! Стабилизация творит чудеса, когда ее включаешь. Проинструктировали, все в порядке. Кто следующий поедет? Покажи, что все возможно. Ну, раскатали. А у него еще карбюратор, он на горке отливает. И все, и глотка. Да я бы сейчас где-нибудь тоже на горочке отлил бы. У тебя инжектор? Карбюратор. Карбюратор? 77-й год, ребята, говорю, 46 лет машине. Слушай, у тебя крутой руль, у меня такой же был. А сигнал какой? На шестерке у меня такой был, но у меня, прикинь, его стырили. Ну, это шестерочный, у него шел без вот этой вот выжимки. А он у тебя еще редкий, выше гладкий. Гладкие они больше ценятся, чем... Всяж 77-й год. Да. Так что вот такие дела. Привет городу Медыни. Вот, это заряжает, у тебя как будто отливает. Слушай, ну фитуха у тебя при разгоне бомба. Развальчик, все как надо. У него тягу оторвало. А, ну так вот это видно. Не пускают тебя? Я на безопаске. Затонировался. Ну ты поедешь? Чуть-чуть. Ну давай. Сильно не буду. Ну, у тебя потом отыграется. Ну я первый раз. Ну ничего страшного. Я поеду, но сильно не хочу. Видел красный поджеро, он тоже в первую жизнь съезжает. Затоннулось столько ударов было. У нее, кстати, у нее красный поджеро. А, ну попробуй. Страшно. Из фанатизма. Аккуратненький такой солодчик. Ну тебе чуть-чуть разгона надо больше. Да я улечу пока. Ничего. Боишься? А ты на стабилизации? Без. Без включил. Ну чуть-чуть надо. Ну сейчас у тебя пару попыток. У тебя этот адреналин в кровь хлыстнет. Ну еще одну попробую, я там посмотрю. Давай. Волнуешься? Ну давай, еще одну. Последняя. Последняя? Последняя. Ты в спасение разгон возьми. Не без повреждений, нормально. Я серьезно. Все? Последняя. Слушай, возьми чуть-чуть дальше. Ну что, впереди еще одно задание. Миша должен проехать все, потому что он все покатушки в этом обраге всегда пропускал, а сегодня вот ему надо вот там вниз спуститься и вот на этот очень крутой склон заехать. И посмотрим, сможет ли он заехать и смогут ли за ним повторить это задание. Никаких разгонов, все вот чисто вот на мастерстве. Смотри, Миш, тут два ответвления, смотри. Чуть правей, вон две горки. Чуть правей и левей. Выбирай любую. А можешь обе? Подожди, так, куда там с ребенком? Подожди, так, куда там с ребенком? Да, да. Я не потерялся. Где Ахмед? Давай я заеду, съеду. Куда ты, ты че? Упрется, да? Да, да, да. Лень как сыграл нормально, без потерь. Вау, вау, пошел. Покачай, давай, давай. Покачай, давай. Да, 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 да. Что думаешь, на скотч? Там лёд. Тебе разгона не хватает? Честно говоря, да, сейчас мы ниже. А, да. Ещё разочек или спасаем? Давай, вытащим. Всё, спасайте! Потеря по бамперу есть и по накладке. А накладка уже вылетала. Не, она треснула. Ну, бывает. Ты москвичи, да? Знаем, куда едем. Вам это... Не, я не москвичи. День поработай, да? Не, я не москвичи. Ну, живёшь в Москве? Тоже в воде. Ну, в Москве едешь. Ну, не москвичи. Хе-хе-хе-хе. Я не здесь родился. А как Миша выезжает? Я не понимаю. Там либо надо шипованный хотя бы... А он просто... У тебя тоже хороший темп, но ты не можешь разогнаться из-за кочек, а Миша подкну. Мягко. Что-то в кольцо повесит. То другое получается, что потерял... Да. Испоминаем. Шарик потерял. Шарик? Это классика. Ничего не поделать. Без этого никак. Может, ты включишь какой-нибудь жирный трек, чтобы Бас тебя выталкивал? Не, я же такой. Шансион люблю, русский народный. Это не про меня. Модный трек это не про меня. То есть, Нива не все может, да? Может, но на блокировках и на турбине. В следующий раз постараюсь к вам приехать уже подготовленным полностью. А ты как карбюратору турбины будешь? Эжектор поставим. А ты не видел эти проекты на карбюраторах турбины? Ну, это извращенность, я считаю. У нас Илюха, кстати, может такое сделать, он мне предлагал на шестерку на карбюраторах. Ну, я думаю, мы с ним посоветуемся тогда. Попробуем сейчас задание максимально упрощенное. Вот, просто маленькая канавочка. Желающих машин много, но видя вот такую крутую яму, конечно, там не каждый решит сюда поехать. Вот смотрите, сколько Lexus, Audi всякие ездят, пузатеры. Есть даже Allroad A6. Поэтому сейчас будем здесь на Субарях прокатывать, на Туарегах, на Прадиках. Давай, с первой попытки, покажи, как надо. Только не врезайся в бехендер. Хорошо. Казалось бы, все легко, да, выглядит? Сейчас попробуем еще раз. Надо, наверное, чуть правее взять, там вот яму упираешь. У меня же земля запреслась. Ну, надымил, надымил. Попробуй пневму чуть-чуть опустить. Пневму опустить. Чтоб хода подвески были. А, чуть-чуть. Казалось бы, да? Уже машины рвутся в бой, а им не дают такой возможности проехать. Представь, что у тебя там дача. Ты приехал проведать. А там мулатки? На даче? Да. Не знаю. Клепины. И ром с кокосом, да? О, нормально. Так, оказалось бы, легко и все. Выглядит очень легко. Ну, Ахмед сейчас покажет. Да? Сменный водитель для любого автомобиля, который не может заехать. Сажаем Ахмеда и все заезжает. Рука легкая. Теперь Субарик Миша поедет. Покажи этим. Давай сначала направим. Паркетникам. Направим? Давай. В отсечку, как ты умеешь. Хорошо. Видел, он перед стартом сам дергается. Импульс передает машине. Она прямо лучше стартует. Я видел. Вот скажи про свой секретный старт. Ты сначала дергаешься, а потом стартует машинный импульс передаем на свое тело. Да? Целиком, чтобы сразу толчок был. Он весь разобрался. Он весь разобрался. Вот. Он весь разобрался. Он весь разобрался. Можно было ничего не сделать. красавчик там еще много audi они тоже могут заехать могут буксовать вот давай патруль о как надо я только сел на механика почти потери это единственная моя первая покатушка когда я еду так надо было на тут залетать в горы я просто побоялся что я вот там на самом верху ну просто закинуть и повиснуть поэтому и не стал я не знаю я сначала вот здесь сейчас на вторую горку попробую вот на левую сейчас уйду где субари бампера оставил сзади передачи а а испугать голову если До отсечки не доводит, поэтому не получается выход. Никто даже аплодисментами не... Ну это ожидаемо. Ну что, чуть-чуть привыкаем, да? Начинаем, да? Давай! У меня на рабочем грузике, почему-то называется ВСЦ, мост у меня получается одно колесо ведущие, но самое интересное, он больше 2000 оборотов не дает, если ты забуксуешь. Отключаешь, все, можно прям класть стрелку. Да, Миша, смотри. Как он вообще это делает? Я не представляю. Причем взять другого человека на Прадо, да, на другом Прадо, не заедет. Потому и зовут его профессор Прадо. Он был капитан, потом генерал, доктор Прадо, да. Давай его пробовать, да? Просто разгон сильнее делай. Да, сильнее, чуть надо разгон и нормально. Разгон хорошее делай и все. Только на Субару подожди. И дальше тебе инерция поможет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну чуть-чуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, теперь по быстрому, поудше? Нет, за второй. За второй давай. Ну вон так, нахудо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, кстати, неплохо, да? Ну хорошо. С нулевым разгоном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пофигеееееее! Нормально тащит, нормально, двухсотка. Так, ну что, на автомате Тигуан, 2 литра, 170 сил, 2011 год. Поехали. Вырубай электронику и едь. У тебя настоящий полный привод. Это единственный кроссовер, у кого 50 на 50 железный. Лучше по левой или по правой? Попробуй, как тебе интересно. Если по правой, то лучше, короче, не буду подсказывать. Да нет, давай ему подсказывать. Я хочу посмотреть, что может ГЛК, потому что я себе рассматриваю тоже покупки. ГЛК что-то может, а я не могу. Он на видосовмещает. Давай Ахмеда посадим за руль, он покажет. Вообще я убил свою тачку. Даже инженеры Мерседес скажут, что это невозможно. Ахмед за руль посадить? Да. Поехали. Ты реально сигалка? Тебе не нравится? Нет. Мне нравится наоборот. Ну, чесновато. Красава. Давай, надо показать класс. Сейчас попробуем. Видишь, Тигуан даже заехал. А у тебя почти Гелик. Почти. Почти не считается. Понимаешь, есть вот Сузуки Джимник, это почти Гелик. А у тебя лучший почти Гелик из всех почти Геликов. Подожди, это Гелик с Алиэкспресса. Нет, это... Ну да. Ну вообще легчайшая. Вообще жесть. Вот вам Китай. Я вам уже который раз говорю, Китай может. Через год Миша будет говорить, я свой танк 300 никому никогда не продам. О! Вот Китай сейчас все покажет, как надо ехать. Через год Миша, Тига, 7-брод, 512 гигабайт. Красное яблоко. Тачка с Алиэкспресса, кстати, пришла. Заказал случайный человек. Абсолютно. Говорит, не туда, нажал. Заказывал чехол, да? На телефон. Заказывал чехол, а приехала машина. Ай-яй-яй. Ну, не той траектории. Поехал и раскачал его по диагоналке. А видишь, вот уже накатанный, без лугров. Где проехали сейчас две машины. У меня снесло, блин. Да я понял. Этой диагоналке словил, еще скорость потерял. Да. Да ну, это вообще. Просто издевательство. По-моему, Прадик сильнее чуть напрягался. Прадик. Хоро. Работа над ошибками была произведена. Ну, как вы после вчерашнего? Отошли? Конечно. Ну, давайте. Надо же попробовать. Вчера же хорошо заезжали. Ну, конечно. Мы за вас болеем. Теперь надо, чтоб его. Ну, чуть-чуть. Ну, не жалко пить, он на Алиэкспрессе частей полно. Ну, а что, по факту, то сегодня получается Прадика. Никто не проехал. У меня уж было задание вот там, в этой яме. Ну, мы поняли, что это бесполезно повторять. Две машины попробовала, а остальные никто не решились. Ну, в любом случае, получили кучу адреналина, кучу эмоций. Потому что все равно было задание для всех автомобилей. Кто захотел, тот поехал. По-моему, почти все поехали. День прекрасный. Все довольны, все счастливы. Сейчас будет темнеть, поедем домой. Пишите в комментариях, за кого болели. Ну, и мы еще для себя сделали сегодня отбор. Мы поняли, кого можно приглашать. На Царь горы 3 и 4-ю часть в том числе. Потому что автомобили под них уже куплены. Локации придуманы. Все будет все впереди. Январь-февраль снимаем. Новых водителей психов мы нашли. Всем пока.